Добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пранко, это Финам ФМ и ежедневная вечерняя программа «Реальное время». У нас сегодня будет интересный гость, интересная тема «Опасно ли работать иностранным журналистом в России?». То есть мы будем говорить о вообще медийной профессии, о тех людях, которые вам доносят новости, высказывают свои суждения. И сегодня у меня в гостях Майкл Бома, редактор отдела «Мнений и комментарий» газеты «Москва Таймс». Майкл, вечер, добрый. Добрый вечер. Ну, опасно, я особой опасности не чувствую. Не чувствуешь? Нет, пока еще мы с вами можем критиковать Крым, и пока это не считается опасным. Другое дело, конечно, журналистские расследования. Я пока не занимаюсь этим, но в классическом смысле этого слова. И поэтому особой опасности нет. Но я хочу напомнить один скандал, громкий не скандал, а трагедия. Потому что это иностранный журналист, это знакомый. Я просто напомню, потому что многие радиослушатели, наверное, подзабыли. Это было 8 лет тому назад. Американский журналист, известный. Пол Хлебников, он шеф-редактор Forbes. Между прочим, он прямой потомок известного человека в истории России, Ивана Пушина. Того самого близкого друга Пушкина. Вы помните, да? Конечно. Мой первый друг, мой друг без сцены. Даже я изучал это в университете. Этот человек был убит. Да, он был убит 8 лет тому назад. Заказное убийство около Киевского вокзала на улице. По версии следствий, он заказчиком был чеченский криминальный авторитет, который отомстил ему за книгу «Разговор с Вавром». Но это не все, потому что есть продолжение этой истории. Речь идет о опасности иностранных журналистов. Четыре пули попали в поло. Он лежал на улице около Киевского вокзала. Но он еще был жив долго. То есть он лежал, истекая кровью. Первая скорая помощь приехала, не оказалась кислорода. Вторая приехала, они долго, 15 минут, пока он, истекая кровью, разбирались, куда увезти поло. Увезли Пола Хлебникова в больницу, повезли его в лифт, лифт сломался. Пока они ждали в застравшем лифте, Пол скончался. Это не случайное совпадение. Еще одна опасность иностранных журналистов, но вообще и всех, нас. Это российское разгилдейство. Это немножко с другого конца. То есть он не совсем умер от четырех пул. Он умер от российской... Действительности, да? Да, действительности. Он, между прочим, его семья уговаривала, не надо приехать. У него была прекрасная журналистская жизнь и карьера в Нью-Йорке. Но он хотел разоблачить коррупцию. Которую он мог спокойно продолжать. Там. Да. Но у него русский корень, аристократический. Он хотел как бы разоблачить коррупцию. Он хотел заниматься опасным журналистским расследованием в России. И он получил по полной программе. Майкл, скажите, а вот здесь журналисты иностранных медиа, да? То есть вот понятно мне, чем я занимаюсь, да? Я рассказываю, я критикую, я нахожусь в собственной стране. А миссия иностранных журналистов, на ваш взгляд, в чем заключается? Ну, разоблачение правды по мере возможны. Понимаете, всегда говорят, что иностранные СМИ не объективны. Субъективны. Конечно, мы судим со своей колокольной. Это безусловно. Возьмите любую газету, и вы почувствуете, иностранные, американцы, европейский след. Конечно, как это преподносится. Это было бы глупо отрицать от этого. Все равно мы и вы судите со своей колокольной, и мы судите. Поэтому, конечно, стопроцентной объективности нет, нигде. Но надо донести информацию или изложить информацию. И доносить. Потому что это разные вещи, да? Можно рассказать в двух предложениях о том, что вот здесь и сейчас что-то произошло. Да. Можно сказать, что это произошло потому-то и потому. Да. И причины в этом. Вот, на ваш взгляд, что должны нести журналисты? Кстати, не только иностранные. Трактовку событий или сами события? Нет. В том-то и дело, что я, например, я возглавляю отдел мнения. Там можно высказываться, это плохо, это хорошо. Он негодяй, он не негодяй. Ну, в пределах закона. Потому что есть еще закон о клевете, между прочим. Это особый закон о клевете, который очень сильно отличается от американского закона клевете. Почему? Это еще поговорим отдельно. Да, в чем? Потому что в Америке, если человек, общественный деятель, если он политик известный, очень сложно, два раза сложнее оклеветать его. То есть он, и в России наоборот. В России, например, клевета, закон о клевете используется против журналистов. То есть в Америке журналисты больше защищены от этого закона. А в чем отличие? Я вот хочу просто понять. То есть здесь можно действительно за критику попасть под статью закона о клевете. А там, вот у вас, в Америке, это как? Вы же судяжная нация, на самом деле. Да, но стандарт очень... Для того, чтобы президент или конгрессмен, чтобы он доказал, что журналист оклеветал его, надо доказать злую мышленность. Это очень сложно. Поэтому это редкий случай, когда журналисты нашли виновных в клевете. Это очень сложно. Это считается защитой СМИ от этих излишних исков. Поэтому в России, как мы подозреваем, новый закон о клевете, это... Но есть подозрение и страх, что это будет использовано как кляп против журналистов. И есть еще оскорбление государственных лиц. Есть еще такой закон в России. А в Америке нет такого. Это правда, потому что я, когда слушаю некоторые вещи, например, на Fox News в адрес Обамы, у меня так волосы дыбом стоят, думаю, ну точно, их сейчас привлекут за оскорбление как минимум. Нет? Нет, по определению нет. Потому что тогда Америка занималась бы только этим. Это особенность, может быть, России, это особенность Беларуси, вот оскорбление государственных лиц. Это считается... Ну, во-первых, оскорбление это такое растяжимое понятие. Понимаете? Это как оскорбление религиозных чувств. Это еще один гениальный законопроект в России. Кого-то оскорбляет, кого-то не оскорбляет. Это не дело государства, понимаете? Майкл, я хочу, просто сопоставляя события здесь, понять и там. Там нет вообще регламентации, там нет таких законов, да? Вот у вас в США. Оскорбление? Оскорбление. Есть клевета. Если... Но это... Клевета, это юридические понятия. Клевета, это когда это явно неправда, то есть огурное обвинение. То есть он... Ну, например, он что, вот должен, политик, американский политик может подать в суд по этой статье при каких условиях? Ну, он убил кого-то, или он... Ну, это криминал. Да. Ну, сказать, что он негодяй, но это, конечно, это считается свободой слова в Америке. То есть сказать, что президент США Барак Обама негодяй, и еще пару эпитетов к этому. Ну, это нормально. Ну, это обычная часть американской дискуссии. И если вы включаете фокус, вы только это услышите. Но ведь и там тоже затыкают рты. Я вспоминаю истории отдельных журналистов во времена Буша-младшего. И вот тех операций, которые проводила ваша страна в Афганистане, в Ираке, и скандалы, которые были с телеведущими, которые их увольняли. Значит, и там не все так хорошо. Значит, и там есть законы, которые позволяют работодателю вот так поступать с журналистом. Вы имеете в виду... Да, я помню, что он слишком жестко. Но если журналист немножко не вяжется в общую политику того или иного канала, это в частном порядке. Это не государство. То есть частная компания может увольнять человека. Есть такой... Потому что это репетиционный вопрос. Допустим, если он оказался пьяным в эфире, да, можно его увольнять. Если он не вписывается в общую политику компании, здесь нет затыкания рта. Да, но на поверхности есть, но это не дело... Это частное дело. Это не... Понимаете, другое дело, когда государство говорит, допустим, как у вас с выставками, да, что это оскорбляет религиозные чувства. Оскорбляет религиозные чувства. Поэтому мы закроем эту выставку. Государство не имеет права. Понимаете, это дело вкуса. Если вам не нравится эта выставка, не ходите. Понимаете? И когда частная компания увольняет журналиста, ну, это дело в договоре между работодателем и журналистом. Это... Если он, этот журналист, считает, что это нарушение трудового договора, тогда он подаст на компанию в суд. Но это частный спор, это не государство. Вообще у нас... Я понимаю, я понимаю. Нет государственных телеканалов, но есть общественные телевидения, но я имею в виду, у нас самые главные телевизионные станции и радиостанции, они все частные. А здесь я не могу сказать, что они главные, понимаете? По факту они получают государственные деньги, в том числе и мои, как налогоплательщики. Одного меня не спросили. Хочу я этот продукт смотреть, я так мягко скажу, да, потому что это не продукт, это пропаганда. И я не смотрю программы, которые идут из ямы. Есть такой район, где они находятся в Москве, это называется Яма. Вот они там сидят. Мы продолжим наше общение с Майклом Бомом о журналистике здесь, в России, там, за ее пределами, сразу после краткого выпуска новостей. Это «Реальное время» на «Финам.ФМ». Меня зовут Юрий Пронько, и сегодня у нас в гостях Майкл Бом, редактор отдела «Мнение и комментарии» газеты «Москва Таймс». Говорим о опасности работы иностранных журналистов здесь, в России, но на самом деле затрагиваем и другие темы, связанные с журналистской профессией у нас в стране и за ее пределами. Есть еще одна опасность. Да, вот продолжим это. В чем еще? Есть еще одна опасность. Это не опасность жизни, слава богу, но это опасность, я бы сказал так, бредовых зонекопроектов Госдумы, которые непосредственно влияют на нашу работу. Поясняйте. Во-первых, вы знаете Евгения Федорова «Единая Россия», он был у вас в гостях. Не единожды. Его гениальный, в кавычках, зонекопроект о том, чтобы еще иностранный агент, вот этот закон, чтобы он, этот закон, распространялся на журналистов, на иностранных журналистов, чтобы все знали, откуда вверх дует, да? Майкл, но вы же иностранный агент. Да, я думаю, что... Вы же завербованы, вы признайтесь уже, положа руку на сердце. В этом смысле, то, что я иностранец, я думаю, что это и так понятно по акценту, поэтому ярлик не нужен. Но вот это опасность для журналистов, вот это бредовое... Ну вот в чем будет опасность для вас, да? То есть я, на самом деле, я разделяю позицию вашу, да? И многие идеи господина Федорова мне кажутся весьма-весьма странными. Одна из последних его идей — запретить американский доллар здесь, в России, да? Кока-колу, Макдональдс и другие ваши бренды. Я, кстати, в чем-то с ним согласен. Некоторые вещи я бы запретил в силу вредности их, да. Но не об этом сегодня. Я хочу понять, Майкл, в чем, на ваш взгляд, будет опасность, если иностранным журналистам будет присвоено... Нет, я говорю просто, что мы должны возиться с этим. Это не опасность в прямом смысле, это просто опасность, что, опять-таки, Россия заявляла о себе, да? На что она способна или чем занимаются депутаты? Неужели им больше заняться нечем? Вот вы знаете, буквально, действительно, перед нашей встречей, да, мне стало известно о том, что единороссы решили запретить усыновлять граждан США российских детей. Я в шоке, потому что я знаю, каких детей усыновляют американцы, каких безнадежных детей. И какая судьба их. С какими заболеваниями страшными. Вот я хочу услышать и ваш... Меня, я честно скажу, я граждан России, да, я в своей стране имею право их критиковать и вообще размазывать по полной программе. Я считаю, вот то, что они делают, я так подберу, конечно, слово в Live Journal, я себя более жестко написал по их поводу, да, они не знают, что они делают. Они как маленькие дети сами. А вот давайте мы американцам вот это вот сделаем плохо. На зло моей матери, да. Да, я отморожу эти уши, да. Майкл, на ваш дат, это что вот? Это популизм, это перевод... Так это же судьба детей. Да. Больных детей порой. Ну, я помню, когда речь шла о том, что мы откажемся от американских денег, помните, когда выбрали USAID. Да. Я помню, но это в данном случае не американские деньги, швейцарские деньги. Какой-то фонд хотел помогать ВИЧ-инфицированным, да. Они хотели... Здесь, в России. Да. Послать 125 миллионов долларов, чтобы покупать лекарства, ну, помогать людям. И что Россия сказала? Нет, мы сами, сусами, нам не нужны ваши деньги, мы же самые доноры. Так, спасибо большое, но ваши деньги нам не нужны. Но вы представьте себе, понимаете, вот такая... Это гонор, да, гординя. Вы представьте себе, сколько... Ну, мы знаем состояние ВИЧ-инфицированных здесь, какое лекарство, какие больницы, какое здравоохранение, да. А сколько людей, скольким людям эти деньги помогли бы. Россия сказала, ну, вот это типичный подход, что мы сами, сусами, мы справимся. Это слишком такой шелчок, но даже не шелчок, удар по самолюбию. И таких случаев очень много. И то же самое, с усыновлением. То есть они... Я шокирован. Они, Астахов и другие, они прячутся за... Нет, мне хочется сказать, Астахов, Неверов и Жизни, вы этих детей возьмете к себе в семьи? Вы дадите эту материнскую и отцовское это тепло? Нет же! Да. Почему это так цинично, это все звучит? Потому что такая трогательная забота о детях в Америке, а где эта забота здесь, понимаете? Если бы была какая-то последовательность, тогда это другое дело. Но это, конечно, перевод стрелки. Это любыми способами, чтобы показать настолько американские извращенные и избивают детей. Конечно, они... Понимаете, это почти 20 случаев трагедии. А сколько хороших случаев, вы правильно сказали, когда дети очень повреждены и психически, и физически, почему осталось... Сложнейшие операции делают. Да. Причем эти американские родители, они прекрасно знают, они именно, они знают, что это инвалиды, инвалиды. То есть это их, отчасти, регулиозная миссия, но и они, они хотят именно устанавливать этих детей, потому что отчасти они знают, какая судьба их ждет здесь. Никто не говорит о Джессике Лонг, это, вы знаете, этот случай, это девушка, которая родилась в глубокой деревне в России, без ног, и сейчас она выиграла медали в... Мара Олимпийские игры. Это, это очень трогательная история, и как американские родители ее любили и воспитывали. Ну, что касается, я говорю, что это еще одна опасность иностранных журналистов, бредовый законопроект. Я еще, я не знаю, вы обсуждали это в студии, но законопроект Михеева, вы в курсе этого? По поводу? По поводу 30% негативной информации. негативной информации. Нет, я такие уже не обсуждаю. Это политический троллинг, Майкл, понимаете, я подозреваю, что львиная доля нынешнего российского парламента это политические тролли. Вот, и главная задача, единственная, чтобы мы, журналисты, о них говорили. Больше им ничего не надо. Сами те люди, которые в той же Госдуме принимают решения, мне говорят очень часто, Юр, да не обращайте на это внимания. Я говорю, как я могу не обращать внимания, если это там председатель профильного, допустим, такого-то или такого-то комитета, да? Это что значит не обращая внимания? А вы вообще кто тогда на охотном ряду там сидят? Поэтому, Майкл, понимаете, вот этот Михеев и Иши, это тролли. Я все равно надо на это обращать внимание. Я согласен. Надо разоблачить их. Они сами себя разоблачают и без нас, но нам надо доводить до граждан, на что они способны, какой ерундой эти депутаты занимаются как бы на российские деньги, на деньги налогоплательщиков, понимаете? Вместо того, чтобы, то есть, они, это попытка сваливать все на СМИ, то есть, ваша психика травмирована из-за СМИ. СМИ, это просто зеркало общества, пусть волново, но это, понимаете, это путинец или это подмена поняток, где следствие, где причина. И это прекрасный перевод стрелки, потому что вопрос не стоит, почему вы не занимает, почему психика русских, российских граждан травмированы, потому что это ежедневные, это, они травмированы ежедневной жизнью. И с них спрос, с депутатов спрос, понимаете, это, СМИ, это, это, нет, они предлагают, надо ограничить журналистов, надо заткнуть рот этим журналистам, картинку показывать за несколько километров до места происшествия, вот место происшествия, да, я поясню, почему я не обсуждаю, но на полном серьезе, что их обсуждать, ну правда, Майкл. Почему мы тратим время на это? Нет, почему вообще вот на эти бредовые идеи, да, я с тобой согласен, что в части показать товар лицом, вот смотрите, вот они ваши депутаты Госдумы, да, но люди могут сказать, это не наши депутаты, это депутаты волшебника Чурова, да, он подписал документ о том, что они являются депутатами. И кто поставил их? Это, понимаете, это по партийному списку, правильно? То есть не избиратели их выбрали точно, то есть они не были в списке, то есть они голосовали за Единую Россию, а что дальше, это все за кулисами, насколько я понимаю. Да, да. Поэтому они их не знают. Но тем не менее, те люди, они пытаются что-то сделать, причем и в заголовки попасть, и ерунду нести, и на самом деле осложняют нам жизнь, я говорю нам, не только журналистам, но и обычным людям, но я с вами согласен, знаете, в той части, что в последнее время я все чаще и чаще от вот этих деятелей из власти, да, слышу, что журналисты в этом виноваты, журналисты нагнетают ситуацию, журналисты занимаются не своим делом. Ну, журналисты бывают разные, есть желтые СМИ, безусловно. Не, мы говорим о серьезных, да, людях, которые занимаются предметом политики, там, экономикой и так далее. И, кстати, вот, Майкл, у меня в этой связи вопрос, но ведь по идее иностранному журналисту должно быть легче в России. Легче, почему? Ну, потому что у вас есть российское понятие крыша, крыша в виде редакции того или иного средства массовой информации, которую вы представляете. Ну, крыша не защищает от российского абсурда. Россия не защищает нас от клеветы, потому что мы подчиняемся российским законам. Ну, очень часто меня спрашивают, почему, допустим, мы столько пишем о русском абсурде, допустим, о пуссирайде. Неужели это вам интересно? Неужели это типичным американцам в штате Охайо? Интересно, что такое пуссирайд? Ну, во-первых, само название чего стоит? Но, кроме этого, конечно, вот... Да, я думаю, что англоязычная аудитория понимает, о чем идет речь. Да. Да. Но, вообще, вот это русский абсурд, русская дура, это, конечно, неисчерпаемая тема для иностранной аудитории. Сам процесс, допустим, пуссирайд, почему мы писали об этом? Ну, один пример, когда якобы пострадавшие, очевидность пострадавшие, это одно и то же, потому что было очень мало людей в храме, когда они сделали эту выходку, да? Когда это, ну, пожилая женщина перепутала феминизм с лесбионизм, то есть она не поняла разницу, что она хотела назвать, но это как в официальном показании, что эти, пусть играют три девушки, они лесбиянки, она сказала, что они феминисты, она не, для нее это одно и то же, но и, и, но, и все показания, и весь процесс, и весь смех в зале, это все, понимаете, Россия выдает себя, и судебный, судебный процесс, и весь абсурд этого, и как Кремль сам раздувал это, это российская действительность в квадрате. Это Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментарий газеты Moscow Times, мы продолжим после краткого выпуска новостей. Это Финал FM, реальное время, сегодня у нас в гостях Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментарий газеты Moscow Times, Майкл, у меня тогда вот вопрос, в предыдущей четверти вы говорили о российской дури, самодурстве, или некоторых других аспектах, а американская дурь бывает? Конечно. А в чем она заключается? И, между прочим, когда удивляются, почему мы пишем столько о русском абсурде, но есть, конечно, американский абсурд, например, вот это абсурдные иски, когда бабушка налила на себя кофе и получила 2 миллиона долларов как компенсацию. Это американский абсурд. И весь мир пишет об этом, потому что это действительно американская особенность. Вы сами сказали, что очень много исков и очень много дурацких исков, но это издержки нашей системы. Поэтому абсурд всегда интересный, это смешно. Самое интересное, что вы приводите примеры, когда да, это сутяжничество, но все-таки это правовое поле, да, все происходит в правовом поле, либо туда, либо сюда маятника раскачивается. Да, мы пишем о русской специфике, например, конец света, в Америке тоже некоторые верят, но не в таком количестве, понимаете, в Америке не скупают спички. Меня как русского журналист тоже это удивляет. в моей стране очень много разговоров на эту тему. Я не понимаю этого. То есть это какая-то вообще дурь четвертой степени. многие патриоты обижаются, они ищут американский заговор против России, то есть это русскофобия, что мы, американские журналисты придираются к этой русской специфике и слишком много пишут о плохом. Но мое самое любимое выражение это в стране, где телевидение, радио, газеты заполнены хорошими новостями, турами, заполнены хорошими людьми, понимаете, это Северная Корея. Там хорошая новость. И это то, что Михеев хочет, чтобы, понимаете, поднять дух населения, это депутат справедливой России, чтобы 70% опять мы обсуждаем, это я не могу не говорить, это настолько... Возвращайтесь к этим политическим троллям. Нет, но все равно это лицо России, это... Майкл, я могу сказать, что я всерьез не воспринимаю этих людей. Они могут что угодно говорить, вы понимаете, и главная задача, чтобы российские иностранные журналисты поставили их breaking news, первый заголовок, большими аршинными буквами, вот эту фамилию вы давно знаете? Понимаете, цель достигнута. Тех пиарщиков, которые с ним работают. Но какой ценой, над ним смеются. Неужели он этого хочет? Вы вспоминали в моем небезызвестного героя знаменитого эфира господина Федорова? Ну, уж после того эфира казалось невозможно восстановиться. Человек, когда работал председателем комитета Госдумы по экономике, сейчас является тоже депутатом, ничего, нормально себя чувствует. Поэтому, я думаю, что, вот, кстати, стоит ли на них реагировать? С одной стороны, я понимаю, что мы должны рассказывать. Вы, мы, мы-то, наверное, даже в первую очередь, да, потому что это наша страна. А с другой стороны, я понимаю, но если у людей задача попасть в заголовок, почему я им должен помогать? Ну, понимаете, если бы он не был депутатом, я бы, мне было наплевать на это. Но это Госдума, понимаете, это высший орган власти. Я думаю, что и американцы, и русские, и весь мир должен знать, какие в России депутаты, это не, это не, это не просто какой-то чудак. Это очень важный орган. Если в Госдуме такие законопроекты, бредовые, это, я думаю, что это, это не мелкий факт. И об этом надо писать, и об этом. Ну, я думаю, нет, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, об этом надо писать, об этом надо говорить, но не всерьез воспринимать данные инициативы. Потому что это смешно. Всем здравомыслящим, нормальным людям это смешно. Было бы смешно, если бы не так грустно. Хотя, с другой стороны, параллельно вот эта яма и все остальные каналы, которые там бьют себя в грудь, называя информационными, ну, не хочу я о них говорить, я их не смотрю. Вот я себе позволяю такую роскошь не смотреть пропагандистов. Я считаю, что есть благая надежда, что чем больше мы будем говорить об этих клоунах, чем меньше они становятся. Надеюсь. Мне кажется, с точностью это наоборот. Давайте развернем ситуацию с другой стороны. Вы наверняка смотрите же российское телевидение в противоположность мне. Да, я вынужден. Вы вынуждены. По роду деятельности. Несмотря на то, что у нас род деятельности с вами очень близок, я не смотрю их. Из принципа. Из принципа. Потому что они мне неинтересны. Скажите, вот вы же видите, как освещаются события в Америке. И? Ну, по-разному. Допустим, анатомия протеста. Что американский заговор. Что протестующие, они работают, это американские деньги. Что американцы пытаются сделать оранжевую революцию. Вот как по государственным каналам, как правило. Но сейчас, в последнее время немножко успокоились, но весной это было бы просто до предела антиамериканизм. Сейчас схлынуло? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Нет, но с актом Магнитского тоже обострялось. Зачем вам нужен был этот акт? Вам, американцам? Я, между прочим... Что вы хотите показать России или не России? Просто здесь, если послушать отдельных, собственно, детей-то, они запретили, запрещают усыновлять американским гражданам, поэтому они же назвали еще этот акт Димы Яковлева. То есть, такого цинизма я вообще не встречал в своей жизни. И это, кстати, вот та ваша любимая дума, о которой, Майкл, вы говорите, вот уже на протяжении как минимум получаса. Если честно, я считаю, что американский закон Магнитского это неплохая идея, за исключением одного, что этот закон выделяет Россию. То есть, я против нарушения прав человека, где бы то ни было, да, и в Америке, если есть, в России, в Китае, и у друзей Америки тоже. Вот в чем двойной стандарт, и я согласен с противниками, и это огромный подарок патриотам российским, потому что все равно вопрос напрашивается, почему этот закон выделяет Россию. Почему Россия что, хуже Китая в этом плане? Поэтому я очень хочу, и сам автор Карден, это сенатор, он хотел изначально, чтобы этот закон, то есть имени Магнитского, это был стимул, стимул этого закона, как бы спусковой механизм, но чтобы этот закон распространялся на весь мир. Это справедливо было бы. Иначе это звучит очень подозрительно, очень ангонжировано, против России, и это просто льет воду на мелницу патриотов, причем здесь только Россия. Но принцип хорош, а российская реакция, конечно, всегда неуклуга, нелепая, ты дурак, ты сам дурак. Но Вашингтон опьянят во вмешательстве внутренние дела России. Это действительно так? Зачем вы вмешиваетесь в наши дела? Я не согласен с этой трактовкой. Понимаете, это стандартный ответ, когда рьется пуху. Чем больше в России рьется пуху, тем громче они говорят, что это вмешательство в внутренние дела. Они тоже говорили это в советское время, что когда Запад говорил о диссидентах, это наше внутреннее суверенное право Советского Союза делать то, что мы хотим, это наше, вам нечего совоотносить. Но это ложный посел по многим причинам. Во-первых, потому что Россия подписывалась под международные конвенции о соблюдении прав человека. Поэтому все претензии у других стран, которые тоже подписывались под конвенции, это справедливо. Во-вторых, это просто для отвода глаз. Это из области вор громче всех кричит «держи вора!» Это не очень убедительная причина, потому что в чем вмешательство, в чем давление. я этого не понимаю. Вы можете объяснить мне, в чем давление? Нет, я тоже не понимаю, потому что вы занимаетесь вопросами внутри своей страны, вы же ограничиваете перемещение, визовые и финансовые ограничения, вводите в отношения граждан, которых вы считаете необходимы не допускать на свою территорию. Это ваше право. Вы же суверенная страна. Но да, здесь кто... И не называйте этих людей патриотами России. Почему вы меня оскорбляете? В кавычках. Вы 5 минут постоянно говорите о патриотах России. Нет, есть приставка ура патриотов. Вот я не знаю там, какие они патриоты, да, они очень часто могут позорить Россию больше, да, ну и я просто не хочу в эту степь уходить. Просто не называйте этих людей патриотами России. Это не так. Но кто-нибудь в Америке вообще знает о том, что в России в втором чтении принимается акт Димы Яковлева? Нет, не знаю. Но мы пишем об этом, да, мы пишем. Но если они читают нашу газету, они знают. И другие газеты, New York Times, они знают. Опять-таки русский абсурд. Это вот такая жалкая попытка, ответ Чемберлину, это вызывает, ну, это забавно. Это забавно. Да. Ну, и немножко жалко. Поэтому мы пишем об этом. Понимаете, допустим, пытки в Кантанамо. Я уже сказал, что я против пыток, где бы то ни было. Но в законе, во-первых, во всяком случае, первое чтение, что это для того, чтобы защищать от нарушений прав российских граждан. А сколько российских граждан в Кантанамо? Я не понимаю. То есть, это против вообще нарушений прав человека? Или, как было написано, против нарушений прав не человека, а российских граждан? А во-вторых, упоминается Бут, Бута. А где нарушение прав человека? Я особо не вижу. вот это громкий скандал. Да, говорят, там вы его выкрали, вы, я имею в виду, Америка, что вы давили на Таиланд, что вы там... Вообще страшные люди. Давайте возьмем скандалы с детьми. Это очень примитивно преподносится в России и Астаховым, и другими, что эти родители убили детей, которые родились в России и получили или вообще освободили и получили мягкий переговор. Во-первых, это преподносится, что это как бы антироссийские... То есть, это судья и субприсяжник, они спят и видят, чтобы насолить Россию. Вообще, российская составляющая очень маленькая, потому что в суде они обсуждали именно факты этого убийства. Где этот ребенок родился? Может быть, это упомянулось, но это не обсуждалось долго. То есть, он американский граждан, ребенок. Преподносит это как будто это еще раз показывает русскофобию. То же самое с Абутом. Сказали, что ему 25 лет, потому что он русский и ненавидит русских в Америке. Это сильно преувеличено. что забывается здесь, когда обсуждают и осуждают эти приговоры? Что, например, Астаха говорит, что родители убили детей и освободили или дали полтора года. Это его трактовка. Он не присутствовал в суде. Майкл, мы сейчас прервемся. Мы прервемся и обязательно продолжим сразу после краткого выпуска новостей. Это «Реальное время». Финам. ФМ. Меня зовут Юрий Проньку. И сегодня у меня в гостях Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментарий газеты «Москва Таймс». Майкл, мы давай продолжим вот эту тему, да, трактовки российскими чиновниками тех событий, которые происходят в США, кстати. Очень хорошее напоминание всем, и я соглашусь с Майклом, речь идет о детях уже гражданах Соединенных Штатах Америки. Это уже не российские дети. Это не граждане Российской Федерации. И действительно та истерия, которая с ямы доносится, как только происходят эти страшные безусловно трагедии, меня удивляет. Так вот, продолжите. Да. Самое главное, это всегда забывается в России, что все в этих процессах сводится только к одному. Было ли достаточно доказательств, чтобы без всякого сомнения, это юридический стандарт в Америке, доказать, что именно родители убили. Понимаете, показывали фотографии и доказательства судей, что он был, ребенок был поврежден, да, но они не доказали, что именно родители это сделают. Для многих русских россиян это забывается. Это основополагающий принцип американского правосудия, что у государства всегда больше власти и сил, чем рядовой гражданин. Поэтому юридические бремя всегда больше на стороне государства. Они должны не просто доказать, а доказать суду присяжных вне всякого сомнения. в данном случае прокурор не выполнил этот стандарт и больше ничего. То есть речь не идет о том, что трагедия, не трагедия, это все согласны. Это не обсуждается, конечно. Все сводится к юридическому стандарту. Было доказательство или нет, и прокурору не удалось. И поэтому или освободили подозреваемых, или дали мягкий срок. А в России немножко другая традиция, что зря не сажают, понимаете, и почему-то здесь 99% обвинительных приговоров. Это принцип, что государство должно не просто доказать, доказать вне всякого сомнения, это защита граждан от государственного произвола, потому что всегда гражданин, когда он подозреваемый, он в уязвимом положении, потому что государство больше по определению. Это забывается, и это преподносится, как убили и получили родители, убили ребенка, который родился в России, и получили мягкий срок. Ну, понимаете, и на этом поднимается истерия целая. Судей не доказали это. Я понимаю, для чего Астахову нужны вот эти вот, в том числе, случаи, уж простите за цинизм, да, за счет налогоплательщиков слетать в Штаты, здесь в заголовках посверкать. Вообще, вот, понимаете, Майкл, я не знаю, кстати, вот ответьте мне, у вас в Конгрессе США, в администрации президента есть политические тролли, вот, которые так вот эпатируют, которые хотят быть в заголовках, которые хотят, чтобы их видели, о них слышали. Ну, я думаю, что всегда есть, но в меньшей степени. В меньшей степени. Все-таки люди в Конгрессе занимаются серьезными делами. Более серьезными. Более серьезными делами, чем просто, да, бегать перед журналистами и показывать свое заднее место. Хорошо, а здесь это происходит, к сожалению. У нас происходит, мне это очень сильно огорчает. Так вот, в списке Якова, да, они хотят включить вот этого судью и, наверное, членов суда присяжных, да, потому что они нарушают, якобы нарушают. Нет, там, я так понимаю, будут включать чиновников, которые нарушают права человека. Но они нарушают. И только эти. Они нарушили права человека. Вам вспомнят, я так понимаю, все, и Афганистан, и Ирак, и я бы еще и Югославию бы вам вспомнил, бомбежки в Сербии и так далее. Ну, пусть Россия разоблачает этих нарушителей прав человека. Просто, нет, они конкретно сказали, что мы хотим включить судью этого процесса, потому что, ну, получается, что российские чиновники ставят под сомнение юридическую компетенцию этого судьи. Но он там сидел, он слышал это, это очень сложный процесс. Куча факторов определяет, он виновен или не виновен. Я думаю, что он разбирается в этом лучше, чем Астахов. Понимаете? он знает и присяжных и сам судья, они знают американскую систему, да. И на этом, только на этом основании. То есть, здесь не эмоции, это юридический стандарт был выполнен или нет. Нельзя сажать человека просто, но мне кажется, что он это сделал. Надо доказать это. Это основополагающий принцип американского права. Может быть, здесь другой принцип, что, ну, мне кажется, что он это сделал, давай, и надо выполнить норму. Почему 99% или больше, я не знаю. Ну, я слышал такое мнение, что список Магнитского, список Магнитского, вы достаточно серьезно задеваете интересы определенных людей. Да. Вы запрещаете им въезд в свою страну, вы запрещаете им или ограничиваете финансовые операции на территории США, и, как мне сказали, они даже не столько США боятся, потому что все-таки для них очень далекая страна, сколько того, что к этому списку начнут присоединяться европейские страны. это, конечно, ближе, потому что там учатся больше, и больше денег, больше недвижимости, это, конечно, это очень сильно будет бить. А вы считаете, Майкл, что это возможно, присоединение? Вот говорят, Канада может присоединиться к списку Магнитского, Великобритания, другие европейские страны? Да, я думаю, что да, есть большая вероятность. Но вы затронули очень важный вопрос, кого Россия защищает, ради кого? Почему такая озабоченность об этих людях? Или это круговая порога? Я этого не понимаю. Я хочу просто процитировать одного журналиста. Она гораздо хлеще, чем я. Это прикрываться детьми в взрослых разборках имеют обыкновение террористы и конченые подонки. Использовать трагедию ребенка, это имеется ввиду Якова и других, чтобы защитить интересы нескольких десятков российских коррупционеров, это подлость и цинизм в высшей степени. Понимаете, вот такая... Это цитата, сразу говорю, и оценочное мнение в связи с действующим законом России о кривите. Это не я сказал. Это журналистка Наталья Ченова «Новая газета». Просто я цитирую, потому что это очень хлестко сказано. Это отвечает на вопрос, кого весь этот шум, визги против акта Магнитского. Я понимаю, что есть презумпция невиновности, не об этом речь, но даже на очень примитивном уровне расходы-доходы. То есть очень странно, что эти чиновники на очень скромной зарплате, у них есть недвижимость за границей, очень дорогая. Даже на этом уровне подозрительно. Почему это не расследуется здесь, в России? Даже на этом уровне. Я уже не говорю о гибели Магнитского, я говорю о хищении, якобы о подозреваемых хищении из госбюджета. Почему это не расследуется? Или очень вяло расследуется? А как вы думаете, почему? Вот вопрос иностранного журналиста, который, правда, очень долгое время здесь живет. Вот как вы, Майкл, считаете? Почему? Потому что коррупция это очень важная часть лоянности. Вы мне, я вам. Круговая порока чистая. Почему? Вообще это называется все криминал. Да. Одним емким словом. Ну, это не я сказал, что власти ведут себя как бандиты, а бандиты как власти. А это все сращение. Где бандиты, где власть, это очень сложно определить. Поэтому почему это вызывает такую озабоченность? Я не думаю, что это, если это бы ограничилось шестью-десятью фигурантами этого списка, это было бы ничего. Но я думаю, что Россия, я имею в виду чиновник, не Россия, я понимаю, это беспокоиться о расширении. Между прочим, последний опрос Лавады, рядовые, понимаете, вот эта озабоченность, это только у государства, а рядовые граждане, они за акт Магнитского, конечно, граждане, потому что по принципу «знай наших», они слишком хорошо знают наших чиновников, и они видят, что хоть американцы что-то делают, понимаете, пока чиновники говорят, что они убивают русских детей, и это вмешательство, это все в поле нет, мы русские, мы прекрасно все понимаем, и даже дело не в вас, да, это в конце концов наши внутренние дела, но перекрывая им там кислород, по крайней мере сейчас пока в пределах Соединенных Штатов, и если дальше это продолжится там европейские страны, вы помогаете нам действительно решать наши внутренние вопросы, потому что здесь рычаги воздействия на власть очень ограничены, в том числе ограничена деятельность журналистов, да, либо журналистов покупают, пугают, либо какие-то еще есть варианты, да, и каждый человек, конечно, вправе выбирать, Майкл, мы не будем их осуждать, да, очень многие их ребят знают с ямы, они адекватные, но они продались, и они это знают, как они с этим живут, это их проблемы, это не мои проблемы, да, но вот на ваш взгляд в дальнейшем здесь в России все-таки изменения будут к лучшему или к худшему? Ну, я не знаю, я думаю, что будет то же самое, но статус-кво, то есть не в плохую и не в хорошую статус-кво? Будет одно и то же. Одно и то же. в течение следующих... Это одно и то же уже 12 лет. Но еще 12 лет. Еще 12? Вы думаете, еще 12 лет? Но если спина, если спина выздоровеет, если это не серьезный проблем, между прочим, мы не знаем, это еще одна проблема, мы не знаем состояние здоровья президента полностью. Ну как, вы иностранные агенты, и вы не знаете состояние здоровья президента России. Надеюсь, что... Но я не знаю. Одним словом, считайте, что ничего не будет меняться. Это печально. Но на самом деле я вам благодарен за это мнение, потому что нас слушала русская аудитория, да? И вот делайте выводы, господа. Сегодня у нас в реальном времени был Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментарий газеты Moscow Time. Спасибо всем. Спасибо. Далее новости. Продолжение следует...